Доброе утро! У нас не утро, у нас уже обед. Мы кушаем борщ, видите, как никак. Она не хочет кушать ложкой, ну никак. В общем, руками и руками. Да, Соня? Я тут навожу порядок на кухне. Сварила компот. Вчера плиту помыла, компот сварила. Все, опять все в этих каплях. Протерла, просто протерла тряпочкой и заправила себе уже кофе, потому что положу Соне, чтобы не заморачиваться. Так что все. Делаю это, заправляю. Тут у меня столешница чистая. Знаете, вот прям очень люблю, когда все чисто. Сметанку я достала, сейчас все это спрячу. И, в принципе, у меня все чисто и хорошо. Можно, получается, спокойно Соню положить спать и можно будет спокойно поесть. Девочки, вы спрашиваете у меня по поводу гриля. Это DeLonghi MultiGrill. Вот такой вот он. Его можно так, его можно разложить полностью можно открыть и полностью на двух сторонах. То есть он так вот ложится. И на этой стороне тоже можно жарить. Сразу, одновременно, и на этой, и на этой стороне. Так что вот так вот. Гриль у меня вот здесь вот он стоит на кухне. Мы каждое утро жарим на нем гренки. Ну, вы знаете, тосты постоянно мы делаем. Мы делали наше маленькое. Теперь делаем на нем. Очень удобно. Он разогревается где-то за пару минут. Минуты за три, за четыре он разогревается. И гренки готовятся где-то секунд двадцать, потому что хлеб сверху хватается, а внутри он такой получается мягкий и крутящая корочка. То, что я думаю, я вам рассказала. Мясо очень быстро, рыба быстро, курица быстро, очень классно, очень быстро, очень вкусно. Все готовится. Хорошая альтернатива духовке. Соня спит, я попила кофе. И все, я не могу ничего делать. Представляете, мне нужно готовить, кушать, а у меня нет сил. Это ужас какой-то. Я хочу, подушки постирала. Вот, вчера. Смотрите на нее. Соня ее укрыла одеялом. И она вот спит. Мишель. Мне нужно сейчас наволочки на подушке надеть. И все, можно будет хотя бы залом закончить. Я тут немножко прибрала игрушки. Вот сейчас подушки тебе мне прям покоя не дают. Вот я такая же, знаете, я бы поспала бы сейчас. У меня такое желание поспать. Но я не могу спать в обед. Если я ложусь, я не могу заснуть. То есть я лежу, 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 лежу. А толку от того, что ты лежишь? Я даже не отдыхаю, потому что я вот не могу. У меня тут я начинаю ворочаться. Я не знаю, какое даже мне кино посмотреть или сериал. Давайте просто полежать, отдохнуть. Плюс еще готовка, которую надо готовить. Мы с Соней сегодня уже тоже покатались немножко. Кресло осталось. Сонина в машине у Богдана. А в моей машине мы купили Димчику кресло. Еще одно. В общем, на Димкином кресле. И так она прям хорошо в нем сидела. Вообще там по весу она проходит. Вот. Но единственное, что оно не ложится, получается. У нее, которое кресло, оно ложится. То есть она может лежа, она может спать. А здесь она не может. Ну, в принципе, нормально себя вела в машине. Она же сама прям уже такая довольная была. Так, наконец-то выехали с мамой. В общем, купили мы хамсу. Слушайте, я когда увидела, я, боже мой, я сто лет не ела хамсу. Килька хамса вот соленая. Вы поняли, о чем я говорю? Боже мой, как это вкусно. У нас хоть и было сейчас пюре, мы только его доели. Я думаю, сегодня, может быть, сварить или в мундире картошку, или просто дольками. И с хамсой на ужин будет вообще. Я еле удержала, сейчас не поела в обед. Но я сейчас попила так вкусно кофе, с таким удовольствием. В общем, буду приступать к домашним делам. Их никто не отменял. Все, застелила я диван. Вы спрашиваете за диван. Диван это Икеа. Ему уже сколько, два года, наверное. В принципе, в нормальном он состоянии, в хорошем. Протирать его просто обычной влажной тряпочкой. Можно смоющим очень хорошо. Либо меламиновой губкой, либо салфетками от Фаберлик. То есть, как бы протерли и все. Единственное, что, ну, как бы, потому что это кожа, да, холодно сидеть. Поэтому я такое покрывала по стилю. Вот. И хочу заменить, купить новые наволочки на эти подушки, чтобы поменять. Они, знаете, такие вот, немного скользят, что ли. Я вот не помню, как это качество называется. Вот. Но хочу, что такое, поплотнее взять. Так, у меня тут кипит. Гуляш я делаю. Потомила перец, помидор, лук, морковку. Морковку порезала такими длинненькими. Потомила, в общем, в таком, знаете, в соусном соку и добавила к мясу. Сейчас оно у меня стоит на самом маленьком, видите, на самом минимуме. И вот так вот бурлит. Поставила в воду, буду варить. Еще макароны сварю. И здесь у меня картошка почищена уже на ужин. Будем есть с селедкой, с этой, с хамсой. Хамсу я почистила. И, видите, пакетик. Завернула уже. Все. Оставляю здесь в холодильнике. Вечером просто лук, масло и уксус. Надо не забыть, у меня есть вкусное масло, которое пахнет. И будет готово. А зачем ты прячешь, Сонь? Печенье прячет. А? Зачем ты? Я вчера, кстати, готовила печенье и вам не показала рецепт. В следующий раз буду готовить, покажу. Потому что мы ее оценили. Я давно уже готовила. Давай, доставай, Сонь. Она от Мишели прячет. Как дела? Видите, какие колготки. Это, которые из Lucky Child я заказывала с этого сайта. Видите, какие классные. Ты, болерушка моя. Сонь, давай слюнявчик снимем. Давай снимать. Зачем он тебе? Ты же уже поела мандарины. Это вообще. Вот она очень много может съесть мандарин. На. Ам-ам. Ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. Ам-ам-ам. Аккуратно. Аккуратно там вода. Ой. Вы понимаете, чем бы дитя не тешилось. Все разобрала. Теперь мама будет все собирать, да, Сонь? Да. Привет, привет. Так, показываю вам свой гуляш. С этим светом неплохо видно. Видите, я прям сделала морковку. Морковку, много-много овощей. Дети у нас очень любят. Вот эти вот Соня прям... Я вот, знаете, сама раньше не любила морковку. А это мне прям очень... Когда она такая, знаете, прям немного... Не сильно не зажарилась, а именно томленая. Такая получается очень вкусная. Все, видите, вот сейчас она у меня... Я добавила соль. Все. Еще бы зелень, но в последнее время... Раньше всегда добавляла зелень. В последнее время, уже, наверное, больше года зелень не добавляю. Не нравится. И Дима что-то отказался такое есть. И я перестала добавлять. Все, сейчас закидываю макрошки. Смотрите, стоит. Я в шоке. Он такой колючий. Она стоит. Соня. Класс. Вот она начала показывать. Класс. Покажи, Соня, класс. Класс. Ой. Давай, я тебя заберу. Иди ко мне. Колючий же сильно. Иди, заберу. Ага, смотрите, что делает. Молодец. Да. Класс? Да. Сейчас и мама полежит тоже. Угу. У меня даже настроение поднялось. Соня проснулась. А то я после кофе, знаете, такая расслабилась. И все, ничего мне не хотелось. Сейчас прям настроение хорошее. Сейчас что-нибудь включу. Посмотреть. А, сейчас я сяду, закажу Фаберлик. Потому что это ужас. Соня, не открывай. Это ужас. Закончился порошок давным-давно. Я не могла никак заказать. Потому что он был не по скидке. И я, в общем, пожалела 100 рублей на порошок. Там, получается, он так идет 220, по-моему. А так он шел 300 с чем-то, в общем. И я думаю, закажу, когда будет подешевле. В итоге мне пришлось купить другой порошок. В общем, ничего я не сэкономила. Ну ладно, сейчас я вам покажу новый порошок. Так, ну, порошок не новый. Лоск. Я его заказывала на Валдборис за 240 рублей, что ли. Уберу уже который раз его. И мне он прям очень нравится. Жидкий. Здесь на 20 стирок. Классно вообще. Запах такой приятный. И кондиционер не нужен. И смотрите, что я еще заказала. Босс. Это пятновыводитель. Жидкий. Отбеливатель, пятновыводитель. Но он... Вот половина у меня осталась. В общем, он заканчивается моментально. И он прям как вода. Я не знаю, девочки, кто такое покупал. Напишите, он реально как вода? Ну, вроде бы пятна. Ну, как? Нормально вроде бы удаляет. Но он очень-очень жидкий. В общем, его уже половина нет. Очень неэкономично. Короче, мне он... Ну, так, не посоветую. Я кондиционеру. У меня вот такой вот фаберлик. Очень приятный запах. Мне он нравится. Что там случилось? Что у меня фокуса нету? А, ты что залезла туда? Скажи мне. А, Бубух. Ты за украшениями? Давай. Я только все убрала. Надо найти. Мои где-то браслеты были. Я раньше, когда... До свадьбы еще носила всегда. Ну, это модно было. Носила всякие браслеты. Да. У нас на улице ветер. Очень холодно. Плюс пять. Но из-за ветра очень холодно. Мы вышли, наверное, минут десять погуляли. Только на улице и все. Ну, гуляли, может быть, подольше. Я была в кроссовках. Потому что за рулем мне лучше всего, удобнее всего в кроссовках. Это на ручку, Соня. Оп. Эх ты, жук маленький. Так, я пропылесосила. Сейчас буду мыть пылесос, потому что он вообще не тянет. Девочки, вот такой вы спрашиваете. LG. Вот увидите, никогда не берите. Он гудит очень сильно. Пылесос в принципе нормально, но гул очень сильный. Так что буду сейчас мыть его. Посмотрите, сколько пыли. Вы видите, конечно, он не будет тянуть этот фильтр. Его нужно сейчас будет убрать пыль и промыть. Все это моется под водой. Потом я ставлю на батарею, и он сохнет. Короче, сейчас буду мыть. Ученик мой золотой. Ой, сувальчик в складке. Давай, занимайся. Скоро в школу. Наверное, мои уроки будем на кухне, да, делать? Я хотела так. В зале. В зале, возле телевизора? Давай, садись, занимайся. Пока у меня там Димка занимается, я сейчас помою быстро обувь. Покажу вам, думаю, Стас, вы спрашивали. Либо вот такой я беру, либо беру белый. Я, Дима, Стас, омою и раковину, и ванну. Вот сейчас, в основном, вы спрашиваете, где я мою обувь. Я, в основном, мою в раковине. Но если я знаю, что у меня грязная ванна, или там мышку я буду сейчас купать, то я мою тогда обувь в ванной, и потом все Дима Стасом промываю. Дима Стасом и раковину мыла. Вот. Вот таким вот Дима Стасом и белым можно даже отбеливать вещи. То есть, если у вас на белой футболке будет какое-то там пятнышко, да, вы можете Дима Стасом и замылить быстренько, и кинуть в машинку, стирку, постирать. Вот так вот у Сони я на белой футболке даже отстирала мандарины. Они вообще не отстируются, а вот там я отстирала. Вот. Поэтому Дима Стас, ну, я думаю, любой можно выбрать. Крошка-картошка. О, шлем военного. Соня, у тебя прическа испортилась. Соня, кому одеть? Упал хвост. Что помочь? Одеть? Тебе или Соньке? Мне. Давай. Готов? Готов в бою. Готов в бою. Давай. А у тебя я бою. Давай. Пока Димчик занимался, я тут прям с телефоном села на диван и прям чуть не жаснула. Бадан, Сонька были наверху, там смотрели мультики. Ой. Бадан, Сонька, наверху были, а я прям села такая и вообще красота и расслабилась. Всем огромное спасибо по поводу садика написали, будем узнавать тоже все. Написали, что, где мама разговаривает, написали, что можно переизменить, да, то вообще поедем и все будем узнавать. Привет. Нина. Нина, на, 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 на. Будем чай пить? Да? Не. Да. Сейчас пойдем чай пить. Буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Маши пока. Сонь, Маши пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока.